Ну смотри, давай, наверное, представимся для начала, вот, но меня, я думаю, все, кто здесь собрались, знают, Александр Вяткин, команда Госплюс, электромонтаж Москве и области, вот, представлю гостя эфира, так скажем, это у нас специалист по линейке АКТ-9 компании Шнайдер Электрик, Владимир Чертан, вот, расскажи, как правильно твоя должность там называется, не знаю, как, ну, если правильно говорить о должности, когда мы говорим о должности, мы называемся оффер-менеджер, там, Россия ICIS Zone, то есть, я отвечаю не просто за продукт, я отвечаю за все, все вокруг, да, вокруг этого продукта и все, что с этим связано, поэтому очень часто приходится сталкиваться с невероятно разными вопросами, но и самые главные вопросы, да, они, конечно, технического характера, который, я думаю, сегодня будет много, которые будут интересны, потому что для меня было открытие, что оказывается, ну, вроде такая тема, див-защита, она ну, не раскрыта, или то ли не раскрыта полностью кем-то, ну, или всеми производителями, то ли она довольно-таки трудная, потому что я всегда думал, что защита сверхтоков, див-защита, ну, то есть, так как давно на рынке, то, ну, более-менее понятно. Ну, вот пока у нас подключается, я бы, наверное, хотел бы у тебя тогда спросить, ты вообще как, долго ли, коротко ли, да, к этому шел, чтобы для себя, по крайней мере, какие-то краеугольные камни расставить? Пойди в защите, имею в виду? Да, конечно, конечно. Ну, смотри, я как бы с самого начала начал ее применять, то есть, у меня не было таких убеждений, что там, ну, вот, там, на ванну ставим, да, в остальных местах она, типа, нафиг не нужна, вот, таких у меня убеждений не было никогда, то есть, тут, понятное дело, все, что может повысить уровень безопасности, особенно электробезопасность, от поражения, там, зачатить человека от поражения электрическим током, это, конечно же, нужно применять в первую очередь. Ну, а, соответственно, как применять, если не вникать в доскональный вопрос, то есть в принципе ну и как бы у нас вся практика строится там по большей части нам дали какую-то базу там в тех местах, где мы все учились и соответственно все остальное тоже самообразование и соответственно производители во многом этому помогают как правило, как правило, то есть есть какие-то методички, там буклеты ну вот, собственно, я не то что к ней пришел, я как бы с нее и начал, можно так сказать ну вот, поэтому ну супер, супер да, вот он ответ в принципе на вопрос вот, да, то есть друзья, у нас тема эфира сегодня устройство защитного отключения, ну то есть гип-защита, УЗО, ВДТ и так далее, вот, основные параметры, то есть типы устройства защитного отключения потом, очень важная тема, это ложные срабатывания и методы борьбы с ними именно ложные срабатывания не выхода из строя, не путайте, пожалуйста вот, ну и куча-куча-куча всяких сопутствующих тем, потому что вопросов много, вопросы мне присылали мы по ходу эфира на них ответим если каких-то вопросов там затронуты не будет во время эфира, мы их уже на них ответим в конце, на то, что успеем, вот, и еще очень наверное, или Владимир, ты объяви, пожалуйста, про подарок я думаю, что тебе надо сначала, наверное, объявить про свой суперщит а потом я про подарок да, ну, я думаю многие уже знают, да, мы разыгрываем делаем розыгрыш или конкурс как это правильно назвать, не знаю точно вот, то есть мы проводим конкурс, в ходе которого одному из наших заказчиков мы подарим щит с общей стоимостью оборудования до 150 тысяч рублей, то есть просто так подарок, это будет идеальный щит по мнению команды ГОСТ Плюс, то есть все, все, что там должно быть, там будет вот, соответственно, мы этот щит покажем все про него расскажем и ну, у нас не бывает случайных решений в сборках поэтому все, про каждое решение мы расскажем досконально, то есть это будет такое очень объемное видео, которое закроет наверное, там, 99% вопросов вообще касающихся электросчетов там, может быть, останутся только какие-то вопросы, там, совсем уже такие дебри там, как устроится защита вымысленных перенапряжений, вот, ну, щит у нас для квартиры сразу говорю, поэтому таких вопросов там, конечно, не будет, но будет все равно интересно так что, постраняйте, рассказывайте надеюсь, что он полностью будет на АКТИ-9, да? разумеется, это разумеется, да приятно, приятно АКТИ-9, да, есть, сейчас я чуть-чуть закончу, пока народ собирается то есть там смысл не только в том, что мы рассказываем про свои какие-то способы монтажа да, и фишки, есть же фишки и оборудование вот, и особенно мне нравятся лично фишки, которые есть в оборудовании АКТИ-9, их там достаточно много, и они все, как сказать, нужные то есть это из разряда проходных выключателей вроде когда-то жили без них и ничего а тут один раз сделал себе проходной выключатель и не понимаешь, как ты раньше жил без этого вот, то есть такого рода фишки будут рассказаны и показаны в принципе про конкурс все, да да, ну сегодня мы тоже поговорим о разных типах гидзащиты разных устройствах, разные вопросы вы поднимаете в конце эфира озвучим вопрос, на который ты продублируешь у себя в посте и будем ждать комментарии по ответу на этот вопрос ну и подарком будет один из наших продуктов это налобный фонарь, я думаю, что ты им пользовался можешь тоже рассказать о нем там вкратце но я думаю, это уже в конце, потому что, судя по всему я не знаю, я без налобного фонаря вообще не работаю не с моим зрением можно без налобника работать так что, третья рука так, ну смотри, я думаю, давай начнем, пожалуй вот, то есть у нас, как поняли, тема устройства защитного отключения, в принципе, сейчас, я думаю, вряд ли кто-то поспорит, что это нужная вещь то есть оно и в нормативные документы очень сейчас в последнее время напирают на ДИФ-защиту то есть очень много новых рекомендаций появилось требований по нему вот, международный опыт, статистика показывает о том что устройство защитного отключения ну и вообще ДИФ-защита, да повышает очень сильный уровень электробезопасности пожарной безопасности то есть, в принципе, сейчас современную электропроводку без УЗО ну, я плохо себе представляю я не могу назвать ее качественной, да, так скажем вот ну, соответственно, давайте разберемся а вообще, где, в каких случаях она необходима по требованиям, да, по нормативным документам а когда она желательно так поставим вопрос вот, я тут с твоего позволения, Владимир, есть у меня несколько пунктов то есть мы их буквально зачитаем сейчас ну давай это у нас 256-й свод правил СП-256-13-58-00-16-го года то есть самый-самый-самый свежий топовый документ вот, то есть пункт 10-13 гласит следующее в общественных зданиях, квартирах, жилых домов, индивидуальных домах и тому подобное для защиты групповых линий, питающихся штепсельные розетки должны предусматриваться устройства дифференциального тока с номинальным отключающим дифференциальным током срабатывания не более 30 мА вот, также у нас в обязательном это уже требование довольно-таки старое это для групповых линий, питающих штепсельные розетки наружной установке и для защиты штепсельных розеток в ванных и душевых помещениях вот, но это это требование еще, наверное, со времен ПУЭ так скажем вот, и также ну, с розетками, я думаю, поняли, да то есть, в принципе как бы допускается не ставить устройство защитного отключения по факту только на стационарное оборудование какое-то то есть в моем понимании стационарное оборудование это то оборудование, которое не просто стоит на месте а которое подключается кабелем непосредственно то есть, например, варочная панель вот это мое сугубо личное понимание этого вопроса потому что люди очень часто пытаются подбить под стационарное оборудование все, что стоит то есть мы ноутбук поставили на стол он у нас стационарное оборудование, грубо говоря вот, так что Ну хорошо, а варочную панель Варочную панель ты защищаешь? Я лично защищаю, да Ну у нас специфика такая Мы делаем все под гифзащиту Ну разумеется, кроме тех систем, которые запрещено Ставить, есть и такие, которые запрещено Ставить под гифзащиту, то есть пожарные сигнализации Вентиляция, то есть такие вещи Отключение которых может привести к каким-то Последствиям страшным Соответственно туда уже гифзащита не ставится Ну у меня есть история История про варочную панель Кстати есть Был один у нас Случай, когда У одного моего коллеги Бабушка, по-моему Ну не буду врать, там бабушка Или просто знакомая Как раз говорил о том, что Не ложно срабатывает, а все время Отключается УЗО Щитки и логично Варочная панель, плита Как она ее называла, не знаю Она отключается, но он сказал ничего не трогать На следующий день приехал И спрашивает, что делала Она ему рассказывает Он там варила, жарила и так далее Он говорит, вот ты проливала туда, нет Она говорит, нет, не проливала воду Ну он недолго думая, конечно там все отключил Поднял варочную панель А там вполне, вполне оханка воды Соответственно УЗОшка как бы отрабатывал Пример из жизни, пожалуйста Сварочная панель Есть еще более такой страшный Пример из жизни Это газовые электроплиты Снабженные Электроподжигом Например, в старых домах Где нет заземления Иногда ставят УЗО Долго ведутся споры На самом деле УЗО в таких домах ставить Не то, что можно, а даже нужно ИСП-256 об этом указывает Так вот Электроподжиг Заливают плиту Соответственно срабатывает УЗО Вопрос, откуда в двухпроводке утечка? На газовую трубу, соответственно И что получилось? Получилось то, что УЗО спасло от утечки тока на газовую трубу На которую в принципе не нужно допускать Да Ну то есть такие вопросы тоже бывают Ну со стационарным оборудованием мы еще поговорим Оно у нас все равно так или иначе Вообще в форме этого вопроса Затронется То есть в принципе я особо не разделяю То есть те вещи, которые не обязательны Для установки УЗО Для меня в принципе как одно целое И мы его туда все равно устанавливаем И сейчас поговорим почему То есть по освещению у нас требования По установке УЗО Это то есть опять же Я бы наверное затронул еще документ То есть если ты говоришь про АСП То у нас есть еще один документ Которым мы пользуемся Все эти в том числе Это ГОСТ 50571 Ну то есть который МЭКовский 60 364 ЕКовский вернее 60 364 Да и разные пункты И в том Вот как раз в 60 364 Там и есть упоминание Непосредственно о мнении Устройства диззащиты на штепсинной розетке Причем там старый Ну так у нас старый вариант Там оговорено до 20 ампер Если говорить о международном ЕКе 60 364 Там как раз уже 32 ампера Вот к вопросам документов Которыми мы пользуемся Ну и давай наверное Да по освещению перейдем Перейдем к самому частному вопросу Потому что каждый раз нас во время Но вот я по этому собственно и начал говорить Потому что в этом же стандарте 364 если мы говорим о международном стандарте То там есть пункт 411 3.4 Которого у нас нет И в этом пункте как раз Обязательно установка Диззащиты на освещение Например в той же Франции Оно обязательно Ну беззаговорочно Поэтому в нашем случае Вот видишь По поводу освещения Четких жестких норм нету Требований Ну в принципе да Ну давай тогда перейдем Как бы к логике установки узора Давай А зачем оно там нужно Вот Ну в моем понимании Есть такое вообще негласное правило Да у проектировщиков Что если мы имеем светильники На высоте установки ниже двух метров Другими словами То есть с которыми можно случайно прикоснуться Ну по желанию Идешь мимо Увидел пыль Взял мокрую тряпку И стер Не заморачиваясь Отключениями Переключениями Лестницами Вот И соответственно Такие группы Там мы ставим 100% Гарантированно Мы ставим устройство Защитное отключение Вот Вся вообще проблема в том Что Как это сформулировать правильно Что есть возможность Попадания под напряжение Неквалифицированного персонала Вот Где такое возможно Там уже По моему мнению То есть применять нужно 100% Вот Соответственно Ну и у нас как бы Без светильников Ниже двух метров Как правило Ни одна квартира не обходится Это вспомнить Те же прикроватные зоны Всегда установлены Брат До которых Можете чуть ли не с кровати Дотянуться Да там Во сне Вот Соответственно То есть Ну и мы в принципе Говорим что Светильники протирают Ну да То есть в принципе Да Так или иначе Это первый момент Да Еще у нас существует Такой момент Ну предположим Такую ситуацию У нас Все светильники Там выше Трех метров Выше двух метров Да То есть Никаких там Бра на стенах У нас нет Хорошо Мы решили УЗО не ставить Вот Но при этом Я вот например Для себя не могу Предположить ситуацию Чтобы я в таком случае Не поставил в щит Противопожарное УЗО Откуда возникает Следующая ситуация То есть При любой неисправности С утечкой В группе освещения У нас гаснет ввод Грубо говоря То есть Этого тоже Хотелось бы избежать Все-таки Какая-то Ступень Эффективной защиты Должна соблюдаться Зогласен Ну тут тебе конечно же Зададут вопрос Как часто у тебя Были срабатывания В таком случае Если ты не ставил Ну хотя наверное Ты не ставил Такую защиту То есть Когда у тебя только Противопожарное Соответственно Ты не можешь В том-то и дело Из-за этих соображений Я такими Нечами не занимаюсь Понятно Ну ты помнишь Что еще В СП-256 Там еще ряд Требований По светильникам Существуют Когда мы говорим Про наружное освещение Когда мы говорим Про балконы Про лоджи Да Ну опять же Помещение С повышенной опасностью Это в обязательном порядке Наружное освещение Там подсветки Зданий рекламные То есть все Что на улицу выходит Это в обязательном порядке Тут никуда не денешься Это я имею ввиду Сейчас разговариваю о том Где у нас все-таки Там по нормам Можно не поставить УЗО Вот Можно но не нужно Вот к чему я в принципе Веду Собственно говоря Вот Так что в принципе Ну я думаю С освещением Мы разобрались Более-менее Если там какие-то вопросы Ну я думаю Тут главный вопрос Будет наверное У каждого человека Ну а что такого Ну немножечко Там пощекотит Ну и что Ну как бы Ну грубо говоря Немножко Да Приведу пример на себе Для меня Меня немножко щекотит Отличная Индивидуальная переносимость Я если и получаю То получаю Будет здоров Мне потом очень нехорошо И вот Я бы для себя Поставил УЗО В любом случае Вот Потом То есть Вероятность У нас светильники Как правило На высоте находятся На какой-никакой Да И обслуживаются Они там с лестниц С прочих там Вещей подъемных Вот Соответственно Если нас Пощекотят Мы имеем риск Если еще и не Травмироваться Электричеством Да То упасть откуда Откуда-нибудь Мы можем всегда И это далеко Неприятно И упадем мы Мы же не кошки Не упадем мы на ноги Так что Да Да это факт Я думаю Пора переходить К следующему вопросу Да Да давай Ну у нас следующий вопрос Это Типы УЗО собственно Ну давай Небольшую предысторию Начну То есть По моему мнению Наши стандарты Они немножечко Все-таки Ты говорил Что УЗО внедрены Достаточно давно Да давно Но вот информации Именно в стандартах Про них недостаточно То есть По моему мнению Стандарты немножко Отстают По теме устройств Защитного отключения Потому что В наших отечественных Стандартов Представлено только Два типа устройств Это А и АС Вот Информация скудная Сейчас я пункт Читаю Быстренько То есть Тут у нас пункт Это приложение А опять же 256 ВСП Могут устанавливаться УЗО Типа А Реагирующие Не только на переменные Но и на пульсирующие Токи повреждения Или типа АС Реагирующие только на переменные Токи утечки Этот пункт Переехал Кстати из ПУЭ В ПУЭ Он был чуть-чуть побольше Там давалось уточнение Что дает нам Эти пульсирующие Токи утечки Утечки Тут нам Ну приведены Стиральные машины Регуляторы скорости Регулируемые источники света Кстати Если имелись в виду Диммеры То Немножко странно Потому что там все-таки Не пульсирующие Чуть-чуть другую форму ток Но тем не менее Вот Видеомагнитофоны Персональный компьютер И так далее Вот У меня отсюда Возникает вопрос То есть нам По сути Нормативные документы Не дают каких-то Четких руководств Что вот Вот на это вот Ставить А А вот на это вот Ставить АС Есть ли у производителей Какие-то рекомендации На этот счет То есть Ну я Я планировал Да Я планировал об этом Поговорить чуть-чуть позднее Но мы как раз Сейчас работаем над То есть Наверное Может быть ты не знаешь Но кто-то из тех Кто в прямом эфире знает Мы обновили С руководством По устройствам Электроустановок У нас есть такой Толстенный Талмуд Сейчас оно идет Как подарочное издание Потому что В ограниченном количестве Но скачать его С сайта можно Без проблем 2017 года Оно выпуска Но мы его в прошлом году Уже перевели На русский язык Там есть ряд рекомендаций Но они все равно Не велики Потому что Это довольно-таки Большой сборник Сейчас мы как раз Работаем И я планирую Что в июне месяце Появится Руководство Только по Дивзащите Оно в основном Будет касаться Как раз Конечного распределения Там существует Перечень Неких Предлагаемых Да Вот Этих самых Потребителей И Какие типы УЗО На какой потребитель Ставить Потому что Мы говорим О том Что существуют У нас стандарты На тип УЗО На тип Дивзащиты Имеется Не обязательно Только УЗО Дивавтомат Это 61008 61009 Если понимать Автоматы Это 60755 И 62423 То есть Это На продукты То есть Мы говорим О том Что существует Продукт Он должен Определенным образом Работать Он определенным Образом Испытывается И Там прописано О том Что Тип АС Это Чисто Синусоиды Переменного Тока Тип А Это Переменные Синусоиды И еще Пульсируешь Постоянный Ток Тип А Гармония Тип Б Это Постоянный Ток То есть Ну смотри В наших документах Как я говорил Уже Упоминаются Только А и А С Соответственно Про Б и Ф У меня был Немножечек Следующий вопрос Ты собственно Рассказал То есть А можешь привести Какие-то примеры Где устанавливается Ф тип Где можно поставить Б Да Конечно Конечно Да Если мы говорим Про А А Ц Тип Я думаю Что это все понятно Да Тут вопрос Не будет Минимальная защита Переменка И так далее Если мы говорим Про А Тип Это Всевозможные У нас потребители Которые содержат Индуктивность Ну то есть Это всякие Крутилки Вертелки Где у нас Существует Вот эта вот Пульсирующая составляющая По постоянному Ток А Ф тип Это как раз Вот эта вот История С выпрямителями То есть Когда у нас Идут Наводки От Гармонических Составляющих Вот И там В определенном Уровне Получается Отрезается Б тип Это уже Постоянный Ток То есть Если мы говорим Про Б Б тип То единственный По сути Стандарт Который То есть Про Ф тип Нету Ни в одном Стандарте Ты правильно Указал Как это Обязательного Использования Данного Типа Причем У нас В Шнайдер Электрик Нет Ф типа В принципе У нас Взамен Ф типу Существует АСАй Тип То есть Сверхпомех Уточивается И Он еще С точки зрения Агрессивных сред Более устойчив А Б тип Это как раз Используется Для зарядных стандартов Например Для электромобилей Как обязательный Как обязательный Тип Потому что Там идет Как раз Утечка По постоянному Ток Ну если Говорить Там опять же О крутилках Вертелках То мы Понимаем Что для Например Бытовой электроники Класса 1 Например Пол с подогревом Или Какие там Лед лампы В том числе Между прочим Туда входят Принтеры Сканеры Кондиционеры Какие-то Кухонные Комбайны Там может Как раз Типа Не охватить Там может Типа Не справиться Там нужен Тип 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 Логично Что он Для всех Тип Тип В адекватном Состоянии Человек Позволит Сидеть Поставить Тип Вопрос Такой Ну и кстати Ну я так понимаю Что B-тип Это самое Крутое Навороченное Вообще Что сейчас В защите Есть Так и есть Ну BSI Тип В нашем Случа Все понятно Ну и я так понимаю Что B-тип Он не бывает Электромеханическим Ну тут Немножко Не так Наверное Сказать У него Две Составляющие Одна Которая Работает Как Электромеханическая Составляющая Потому что Переменку Ловит Именно Эта часть А вторая Часть Да Она Электронная Которая Ловит Постоянный Ток Ну тут У нас Вопрос Следующий Это Наверное Плюсах И минусах Электронных Электромеханических Устройств Давай сначала Да Поговорим О том Вообще Как Распознать Например В линейке Акти 9 То есть Как они Маркируются Как понять Что это Устройство Электронное Это Электромеханическое Ну я думаю Что как Распознать Тут Любой человек Зайдя в интернет Может написать Как распознать Электронное УЗО Найдет Очень много Крутых Приколов С Батарейкой Кстати Реально Верно Испытывается А вот Вопрос С Тем Как распознать У нас Их Потому что Да Был вопрос Непонятно Это электронный Электромеханический Как увидеть На самом продукте У нас Все очень просто Дело в том Что Сам по себе Продукт Электромеханический У нас называется Voltage Independent То есть Независимый От напряжения Соответственно Везде На этом продукте Мы увидим Галочки VI И если Мы видим Что это VI Значит это Электромеханика Если Этой галочки Нет Ну или Мы видим VD То тогда Это Voltage Dependent И соответственно Зависимый От напряжения Необходимо ли Вообще Говорить о том Как работает Одно Как работает Второе УЗО Ну в двух словах В двух словах Я думаю Можно сказать Потому что Мало ли Кто-то не в курсе Ну Электромеханика В помощь Дифференциального Трансформатора Ловит Входящий Выходящий Соответственно Токи Да И считает Эту дельту Если Дельта Там Опять же В зависимости От продукта От 0.5 До 1 То Она Может Отстрелить В какое-то Время Но В районе 30 секунд То есть Это по норме Если Это более устойчивые То Они могут От 0.75 0.8 До 1 Отстреливать То есть До этого Они будут Соответственно Ждать Ну и Селективные Они отстреливаются В задержке По времени А если Говорить О Продукте Которые У нас От напряжения Зависимы То Там Идет Непосредственно Питание Элемента Которое Отключает Сам Размыкает Контакты Да Там идет Из сети Поэтому Как только У нас Получается Потеря Ну Питания Да У нас Продукт Не работает Единственный Вопрос Только в том Что я Очень много Видел О том Что есть 220 У нас Защита Сработает Нет 220 Не сработает Типа Падение Напряжения Может быть До 150 До 130 До 120 И вот Она Беда Неправда В нашем Случае Потому что У нас До 50 Вольт Работает Устройство Соответственно Если мы Говорим О Реальном Утечке На грани Фибрилляции Желудочков То В нашем Случае Скорее Ничего С человеком Не произойдет Потому что Это реально Очень-очень Но тут Но тут Где-то Произойдет Где-то Не Произойдет Видишь Ты говоришь Тебя Не щекотит Кого-то Щекотит Меня колотит Меня не щекотит По-разному Главное Понимать Что Электромеханическое Оно Подключается Благодаря тому Что Не берет Витамии Сети Оно Подключается Что сверху Что снизу А электроны Она Подключается Ровно там Где Сказал Производитель В нашем случае Подключение Обязательно Сверху Ну Я бы только Дополнил Чуть-чуть Потому что Тоже очень много Мифов Насчет Электронных УЗО Зависимых Внешнего Источника Питания Я бы только Добавил Что Ситуация Когда Оно действительно Может не сработать Это ситуация Когда мы отключили От него Питающий Ноль Грубо говоря В данном случае Может произойти Утечка Оно может не сработать Но Представить такую Ситуацию Достаточно Достаточно Сложно В каком плане То есть Ну Только В том случае Если мы его Специально Открутили Когда у нас Идет ослабление Контакта Соответственно Я как правильно Понимаю Что для Питания Вот этого Внутреннего Устройства Нужен какой-то Микроскопический Совершенно ток И даже если Контакт ослаблен То питание Не прекратится И оно Только Ну при этом Если у нас Проходит нагрузка Этот контакт Будет греться И выйдет из строя То есть Проблемы Вы распознаете Раньше Чем она Может привести К каким-то Последствиям Ну и Напомню Еще что Без Устройств Без реле напряжения В нашей стране Я Ну да Люди как раз Сейчас с тобой Начали бы спорить О том Что это может быть Отгорание Которое Придет Там Из Площадки И так далее И тому подобное Ну В этом случае Конечно Действительно У тебя реле напряжения Не выручат Вот Сейчас хотел бы Поговорить Теперь о ложных Срабатываний То есть Ну у нас все В курсе Там про требования Нормативных документов По учету Естественных утечек Фоновых Да Ну с этим Я думаю Этот вопрос Особо поднимать Сейчас не будем Вот Есть еще Несколько факторов Которые влияют На ложные срабатывания Это Импульсные Перенапряжения В сети Которые гасятся У нас Как это называется Сетевыми фильтрами То есть У нас Варистеры Работают по такому Принципу Что они все эти Импульсы Восковольтные Сливают на Такие моменты Могут приводить К ложным срабатываниям Еще у нас Гармоническая составляющая То есть Помехи в сети Тоже Могут Сказываться на работе Устроев защитного отключения Тоже приводить их К ложным срабатываниям Я сейчас Чуть забегу вперед Я скажу что Ну как бы В концепции Нашего монтажа То есть С нашим развитием На группы Там С нашим подходом И так далее То есть С ложными срабатываниями Мы как бы Не встречаемся Да В ходу своей специфики Вот И они меня как-то Не очень заботят Меня заботит Другой момент То есть Гармоническая составляющая В питающем напряжении Может Спровоцировать Несработку УЗО То есть Есть Статья замечательная Это у нас Скажу Владимир Гуревич Доктор Технический Кандидат технических наук То есть Он описывал Статье Исследования Польские Польские исследования Лабораторные испытания Которые показывают Что УЗО может как Понизить свой порог Чувствительности При высоком уровне Помех Так и наоборот Не сработать Когда надо Из-за тех же самых помех Вот этот вопрос Меня очень сильно Интересует Потому что Зарегистрировать Это как-то И просчитать заранее Мне вот лично На данный момент Не представляется Возможным Но я знаю Что у Шнайдера Есть решение На этот вопрос Расскажи сейчас Про помехозащищенные Устройства Защитного отключения Ну я думаю Что сначала Надо начать Все-таки Про ложные срабатывания Потому что Не зря Для этого Написано Куча литературы Доступной Во всех нормативах И так далее Мы понимаем Что УЗО На 30 мА Может отработать При 15 мА утечке Да Да То есть это логично Это понятно Да Причем Извини перебью Сейчас Могу перебить тебя У меня есть вопрос То есть Я также читал Что УЗО Утечки по типу А могут регистрироваться Уже от 0.11 номинала До двух номиналов УЗО Это правильно? Это правда? Или дикорректно? Не совсем Испытание начинается 0.21 0.21 Но Опять же Регистрация Регистрация отработки Грамотной Верной отработки Дивзащиты Начинается от 0.5 То есть Стандартно Прописано От 0.5 до 1 Ниже 0.5 Не срабатывает Вне зависимости От типа утечки Вне зависимости От типа утечки Ну то есть Мы говорим о том Что есть стандарт И этому стандарту Каждый производитель Должен придерживаться Этого стандарта Вот Соответственно Мы понимаем Что у нас 15 миллиампер Оно отрабатывает Почему? Потому что От 0.5 Ну как бы Законом положено Вот Более того Более того Благодаря Всех вот этих Вот составляющих Которые ты говорил УЗО В принципе Может отработать Уже и на 12 И даже Может быть На 10 миллиамперах Ну почему? Ну потому что Мы понимаем Что Каждая дополнительная Составляющая Опять же Гармоническая Будет то Составляющая Она Добавляет Туда Непосредственно Вот В этот Ноль Который возвращается Да Она Добавляет Вот этого От мусора Которая Регистрирует УЗО И она Ложит срабатывать Что тогда делать? Ну первое Если мы понимаем Что у нас Есть вероятность Отработки То есть мы Используем LED освещение Мы ставим Я не знаю Одно УЗО На варочную Панель На рабочую Зону В кухне Там где Холодильники Еще стоят И так далее И тому подобное То Мы в этом Случа Должны понимать Что Может Сработать Ложно Тогда надо делить Надо делить Да Само собой Ну вот И как делить Об этом тоже Есть в нормах Написано То есть у нас Получается Что Если мы Не знаем Если мы Не знаем Наш потребитель То это 0 Да 0.4 Миллиампера Получается На каждый Ампер Нагруз На каждый Да На ампер Нагрузки И плюс Еще кабель Добавляется Вот Соответственно Вот это Мы можем Просчитать Но Еще раз Говорю Вот это Замечательное Руководство Которое Мы выпустим Ужилетом Мы туда Включили Мы Очень часто Любим Экспериментировать То есть Испытывать И мы туда Включили Таблицу Которая Реально Испытывалась Если мы Говорим о том Что у нас Есть Я сейчас Не помню По-моему Плита Да Плита По нормам Она должна быть 2 миллиампера То по испытаниям До 10 миллиампер Достигал Ну То есть Опять С таким Сречался Ну Это первый момент Второй момент Что же делать При Вот этих Вот Вопросах Гармонических Составляющих Ну Первое Это Для того Чтобы ложно Не срабатывало Поднимать Порог Как я уже Говорил SI тип Он Специально Помехоустойчивый Благодаря тому Что мы Вдвигаем От 0.5 До 0.8 Вот этот Вот порог Получается Что у нас От 0.8 До 1 Должна отработать Узовка Это первое Второе Здесь же Добавляется Фильтр Который Вот этот Вот Весь мусор Он начинает Очищать И соответственно На них не срабатывает И Третье Там идет Задержка по времени Причем Задержка по времени Не в рамках того Что она идет Как селективная А в рамках Допущения То есть Она отстреливает Немного позже Я сейчас Не могу То есть Это наверное Задержка по времени Я так понимаю Имеет Отношение Именно к этим Импульсным Перенапряжением Они очень кратковременные Да 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 То есть Чтобы их не регистрировать Есть задержка Абсолютно верно Еще очень важный момент Именно СИ типа Заключается в том Что мы его разрабатывали Таким образом Чтобы он был Стойк Не только К вот этим Дополнительным Утечкам Ну то есть Которые на самом деле Регистрировать не надо Мы его разрабатывали Таким образом Чтобы он стал Стойк К еще Ряду Трудностей Сложностей И так далее То есть Мы говорим о том Что само по себе Устройство Оно стойко К жестким Атмосферным явлениям Имеется ввиду При повышенной влажности При повышенной Коррозионной стойкости Пыли И Очень важный момент И это тоже Испытывали Мы повысили порог По Работе С Полуустойчивостью Вернее К Грозовым разрядам То есть Если Стандартные утечки Они выдерживают Стандартные Вернее Узу Они удерживают Пик в 250 Ампер То СА-тип Выдерживает Пиковые токи В 400 ампер И это касается Как А-СА-типа Так и Б-СА-типа То есть СА-тип Он такой У нас Единственный Специальный Там существует Специальный Ролей Ремени Который Заопакован В Герметичную Капсулу И вот В этих Всех составляющих Как я уже говорил Есть Специальные Дополнительные Устройства Гашения Всех этих Гармонических Колебаний И так далее Вот Таким образом Получается Мы повышаем Работу Самого Устройства По Реально Отстрелу Да То есть Оно отстреливает Более грамотно С точки зрения Не только ложных Срабатываем Но и с точки зрения Вопроса Корректного Корректной Работы Ну смотри С этим Принципом Я думаю Понятно Более-менее Вот В принципе Мы Тем более Об этом Про этот вопрос Как бы И в предыдущих Пунктах Чуть-чуть Затрагивали У меня Последний Наверное Вопрос Остался То есть Вот это Устройство SI Типа Дополнение К типу К основному Я так понимаю Что это Именно Инициатива Производителя Обустройства Таких типов Потому что В нормативах Я как понимаю Никакого SI Нет Тут Тут Все очень просто Мы сейчас Находимся В таком мире Наверное Что технологии Дут быстрее Стандарт И если мы Обратимся Ну я не знаю Наверное Любой сфере То мы можем Найти оборудование Которое еще Не стандартизировано Но уже сейчас Ходит Либо разговор Либо уже готовится Документ о том Что выйдет стандарт Все просто Так Ну давай Наверное Перейдем к следующей теме Потому что Вообще тема УЗО очень интересная Можно на самом деле Не один час сидеть Разговаривать По каждому пункту Но время Но еще у нас тут Вопросы есть Нам бы успеть На них ответить Да-да-да К вопросам Мы тоже должны Как-то притронуться Тоже я думаю Вот Смотри То есть Еще один Очень частый вопрос Он тоже задавался И в постах И в каждом Прямом эфире Нашим Спрашивают вопрос То есть Это вопрос селективности Вот Ну про автоматические Выключатели Мы говорить не будем Мы будем говорить Сейчас По теме нашего Эфира сегодняшнего То есть Селективность Устроит защитное отключение У нас В нормативах Есть интересный пункт По этому поводу Который говорит Что нужно соблюдать Как бы селективность Сейчас сразу Оговорюсь То есть В принципе Для частных Квартир Это необязательное Требование То есть Пожелание Не собрал Селективную схему Ну сам виноват Ну как сказать У нас же есть Никто не погибнет От этого Но это очень неудобно У нас же есть Пункт В СП Который говорит О том Что необходимо Использовать Как раз Селективные Устройства Сейчас Подготовился Я к нему поговорю Да Но потом есть оговорочка Что все-таки Там для квартир Где-то там Как-то допускается Ну потому что Наверное Речь идет О Внутри квартиры А не на площадке Налечные клетки Потому что Налечные клетки Сейчас Можно посмотреть Все новые Новые стройки Они идут Ну если и не поменяли В конечном этапе Потому что Селективно все-таки Подороже Нет Встречались с ней Селективные Ну я и говорю Селективные Иногда нет Ну надо не забывать Что проектирование Могло быть Несколько лет назад То есть Пять Десять Ну не знаю Ну не десять Но пять Ну семь лет назад У меня Суть вопроса Следующим У нас Вот как раз таки Вот этот пункт Про селективность Он допускает Достижение селективности За счет Разницы номиналов То есть Там написано Что разница номиналов Выше стоящего УЗО Должна быть Не менее чем В три раза выше Чем группового Да Есть такое Да Соответственно Я бы хотел Вот мнение Как бы Производителя Узнать То есть Насколько вообще Подразумевается Такая селективность Насколько она Возможна И законно Так скажем В каких случаях Она достигается Все таки Но мы же Если обратимся Опять же К этому пункту Сейчас я его У себя найду Я его специально Выписал То у нас там Есть два Два требования Это Вот он Это как раз Не СП Между прочим А это вот тот самый 50-571 ГОСТ Где говорит Чтобы обеспечивалась Селективность Между двумя Защитными устройствами Управляем Дивитоком Эти устройства Должны удовлетворять Двум Следующим требованиям Первое Время токовая характеристика Несрабатывания Устройства Управляем Дивитоком Успложен на стороне Источника электропитания Должна быть Выше Полное рабочее Время токовой характеристики Данного устройства Успложен на стороне Нагрузки То есть Используем Узо Селективного Типа S То есть Мы уже сразу Понимаем Что Не только И следом Идет Соответственно Не только В три И более раз Выше А еще И селективно Ну то есть Если говорить про стандарты Должна быть задержка По времени Ну и смотри Вот сейчас Перейдем как раз К пункту о селективности Я тут Буквально там Позавчера видео выпустил Там Вопрос селективности Был затронут И в ходе моего эксперимента Мы наглядно посмотрели Что Селективное УЗО Даже при высоких токах Замыкания на земле То есть Она действительно Выдержала свое время Необходимо То есть Единственное Кого там не выбило В общем В ходе этого эксперимента Единственное Кто нормально К всему этому отнесся Так вот Вопрос такой То есть Как мы видели Из эксперимента Вопрос о согласовании Вообще Защиты С автоматами И так далее Вот Ну начнем Наверное с того Что мы видели Из эксперимента Что у нас УЗО В некоторых случаях Может коммутировать Токи замыкания Точно такие же Как и автоматический Выключатель Вот Насколько Согласована Отключающая способность УЗО и автомата Но мы говорим Сейчас о какой Отключающей способности Потому что Мы говорим Про отключающую способность По перегрузке И По По Замыканию По сверхтоку Потому что Если мы говорим Про сверхтоку Это наверное Важнее Потому что У нас же там Автоматы будут В одном месте В другом месте И так далее А если мы говорим Про Именно Сверхтоку То Тут очень важно Понимать Что Линейки Допустим У нас Шнайдер Электрик Построены Таким образом Что Они Скоординированы То есть Если мы Выбираем Изи 9 Мы Понимаем Что это 4.5 Если мы Выбираем Акции 9 То Мы понимаем Что это Где-то 6 Где-то 10 6 Да Да Это Это Очень важный Момент Конечно Потому что Если у нас Автомат Будет Ниже Узо Выше То Узо Как В некоторых Случах Как более Чувствительное Оборудование Может Раньше Отключиться Дуг Госящей Камер Там Нет Мы Понимаем Что Будет Так Интересно То есть Исходя Из условий Того Что Дуг Госящей Камеры Там Нет То есть В принципе У него Устойчивость По идее Должна Быть Ниже Да Я Понимаю Я Даже Больше Скажу Тут Был Вопрос По-моему В личку Тебе Писали О том Что Было Было Интересно Узнать Какие Контакты Автоматы Какие Контакты Узо Так Вот Контакты Абсолютно Разные Что Узо Что Автоматического Выключателя Причем Сделаны Они Специально Таким Образом Чтобы Автомат Более Стойки Нежели Узо Так Понятно Понятно Ну и Второй Вопрос Он Логично Что По этому Автомат Защищать Да Ну еще Вопрос По этой Теме Он Старый Как Мир Но До сих Пор Происходят Споры Номиналы Узо И Автоматического Выключателя Они Согласованы То есть Мы Можем Поставить Связку Узо На 16 Ампер Номинальный Ток И Автомат На 16 Ампер И Соответственно Не ставить Узо На Ступени Выше Как Многие Требуют Просят Да Они Согласованы У нас Вот Здесь Как раз Специально Вот Эту Табличку Для Многих И многих Видно Думаю Да Ну Более Менее Разрабатываем То есть Здесь Крест Накрест Мы Видим Согласованы Или Несогласованы Узо Автомат Вот Если буковка Т Есть То она Согласована Если посмотреть На эту табличку Мы видим Как раз Здесь Допустим 40 ампер Узо И Автомат До 40 ампер Ну То есть Наоборот Вернее 40 ампер Узо И 41 автомат Так Ну Слушай У меня еще дополнительный вопрос По отключающей способности То есть Ты Сказал Что То есть Например Если мы говорим о линейке Акти 9 То мы подразумеваем Что это 6 кА Соответственно У меня вопрос Возникает Такое Если Допустим Я Например Знаю Что в линейке Из 9 Автоматы Появились на 6 кА С заключающей способностью То есть Мы их не можем использовать С Узо Из 9 Или как Получается Ну Тут 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 Все просто И 6 кА Было сделано Для того Чтобы Унести Этот автомат Туда На столб Где Где мы еще найдем Да Где мы еще найдем Эти 6 кА Ну То есть Даже 6 кА Мы никогда Наверное Не найдем Ну Выше 4,5 Вот Я скажу Так Да Ну Есть Такое требование Давай Из опыта Петля фаза 0 Максимальная Какая у тебя была Максимальный токик КЗ Который Наверное 1,5 кА Не больше Ну Опять же Мы говорим Не только про квартиры Еще и про дома Да Ну Это ко всему относится Ну то есть Реально Настолько редкое явление Да Реально Найти подстанцию Которая Ну то есть Личная подстанция Я не знаю Кого-нибудь У кого стоит Этот самый Мега дом Это нужен Особняк своей личной Подстанции Ну и представь себе Что там Что там Не в РУ Скорее всего будет Горща уж будет стоять Да Так Ну окей Поняли Ну и соответственно Еще один сопутствующий Даже Утихающий вопрос Это То есть Исходя из этого Мы в принципе Не можем Например В чите Установить автоматы Ну То есть Исходя из этой логики Мы не можем Поставить в чите Автоматы Акти 9 В связках с УЗО Изи 9 Потому что Они по идее Рассчитаны на разные Ударные токи Ну Если мы будем Считать Защитой Автоматами Изи 9 УЗО Акти 9 То Я не рекомендую Потому что Вряд ли кто-то Будет считать Токи КЗ Ну Если мы понимаем Что По всем расчетам У нас получится Меньше 4,5 кА Ну Либо автомат У нас стоит 6 кА Из 9 Тогда наверное Да Ну Ничего не мешает Вопрос только в том Что Ну Во-первых Это смотреться будет Не очень Это первое Ну Смотреться Да Это Очень немаловажный фактор А второй вопрос Зачем Ну Имеется ввиду Мы сэкономили на автомате Ну Мы понимаем Что УЗО Акти 9 Я Другую Я другую ситуацию Описывал У нас наоборот У нас автоматы Акти А вот УЗО Изи Пожалуйста Защищайте И это Никто не Ну как бы Никто не против Это же выше По Отлучающей способности Ну вот Пример УЗО Акти 9 IID Два Польса Что у нас 25 ампер 30 миллиампер Тип АЦ По Тарифу Стоит 4,2 С копейками Рублей Ну Мы понимаем Сколько стоит автоматик Сколько стоит УЗО Где на самом деле Разница Так Ну смотри В принципе Причем еще Важно отметить Важно отметить Так как Ну люди обычно Сталкиваются С нами С компанией Schneider Electric Понимают Чем круче Оборудование Чем обычно У нас Это все Такое Недоступнее С точки зрения Цены У нас Разница Между Типом АЦ А И АС В 13% То есть Получаем АЦ Дальше А плюс 13% А после А АС Еще 13% Ну это Небольшая разница Ну между А и АС Получить 13% И не думать Себе о том Отстрелит У тебя Не отстрелит УЗО Ну я думаю Это того стоит Да я думаю Ну и плюс И плюс Если мы говорим Про загородный дом Опять же Да у нас У нас были вопросы Еще на которые Мы не ответили Да 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 Вот я сейчас Хотел к ним Как раз таки перейти Ну я бы Наверное Я бы еще Наверное Один вопрос Поднял Это А сколько Все таки Под одном Под одним УЗО Стоять Автомат Вообще Вообще Ну то есть В нормах Ограничений На количество Автоматов Подключаемых Групп Нет Мы можем Поставить Абсолютно Любое количество Главное Учитывать Естественные Утечки Ну вот у меня Вопрос Из опыта Из жизни То есть Я видел И до 6 До 8 Скажем так Автоматов Вот у меня вопрос Из опыта Из жизни У вас же есть Какое-то правило Сколько Вы размещаете Да В аппарате Я скажу В экстренных На каких-то случаях Не более 5 И то Эти все Группы Должны быть Однотипные Как вы считаете Как вы считаете Считаем по формуле Из правил Считаем по естественным Утечкам Вот это первое Второе Ну например Из последнего Что я могу вспомнить У заказчика было 5 теплых полов В квартире И он хотел Чтобы каждый был На своем автомате По утечкам Они проходили В принципе Однотипная группа Соответственно Мы То есть По данному УЗО Эти 5 автоматов Поставили В принципе Особо не заморачивались Мы 5 автоматов Поставили Исходя из того Чтобы можно было Их по отдельности Отключать Вот Также есть Правила Мы стараемся Разношерстные группы Под одним УЗО Не объединять Розетка спальни Там освещение кухни Потому что Потом найти причину Срабатывания Будет гораздо сложнее Тем более что Когда мы собираем Щит более логично Как-то Ну с точки зрения Там например У нас есть там Допустим Стиральная Да Стиральная Сушильная машина Вот они рядом Да Находятся Вот они у нас Проходят там По естественным утечкам Допустим То есть В принципе Они находятся рядом Их поместить В автоматах Под одно УЗО Эти две группы Ну логично Они находятся В одном месте Их можно сразу же Рядышком там проверить Кто тут верблюд Вот Если у нас например Стиралка в ванной Там Сушилка в ванной А стиралка на кухне Тогда уже нет Они у нас разбросаны По квартире И найти потом Виноватого не найдешь Да То есть Это неудобство Понятно Да И чем логичнее Вот эта вот сборка Получается Тем больше у нас Шансов Что мы сможем Дистанционно Как-то Как сказать Определить Причину срабатывания Утечки Там Вышло из строя Оборудование Логично С этой точки зрения Это повышает Как бы Наши шансы Не ехать лишний раз На объект И заказчику Лишний раз Не платить за выезд Потому что Ну если это не гарантия Выезд платный Само собой То есть В принципе Такие вот правила Посмотри Тут сразу В комментариях Началось Суммарный ток Автоматов Не превышает УЗО Глупо считать Рабочий ток УЗО По номиналам Автоматов Отходящих И так далее Ну Обязательно Конечно Надо внести Комментарий Что есть Так называемый Коэффициент Использования То есть Мы понимаем Что Все автоматы На максимум Не будут Никогда работать Ну Я не знаю Даже в таких Случках Они должны работать Может быть Один из пяти Будет Да Соответственно Соответственно Брать Ну Там Не знаю Ограничивать Себя В количестве Автоматов Под УЗО Только с точки Зрения Того Что у тебя Номиналы Складываются Ну Это как-то Неэкономно Это Знаешь Напоминает Это мне напоминает Комментарий Тут среди электриков В инстаграме Ходил мем Такой Кто-то Увидел Количество Кабелей Да Отходящих От считай Написал комментарий Что с таким Количеством Кабелей В одной Должен быть Равен Сумме Сечения Я к чему Веду Вот Наверное Одни из самых Экономных У нас В зоне СНГ Это белорусы У них есть такая Штука Называется Сложившиеся Практики Это документ Наравне С нашими Стандартами И в этом В этом документе Прописано Что если берем УЗО 25 Ампер Под ним 2 автомата Если 32 Под ним 3 автомата Если на 40 Под ним 4 автомата Ну логично Чтобы они Не были выше Вот такие Интересные моменты Можно найти У наших Друзей Братьев Так Ну смотри Давай наверное На вопросы Поотвечаем Мы наверное Успеем только На те Которые нам Прислали заранее Я так понимаю Да нет Я думаю Что Успеем на все Ну посмотрим Ну время у нас 10 минут До того момента Пока нас выкинет Я думаю Не будем мучить Инстаграм То есть в принципе Постараемся уложить Ну смотри Вот вопрос Очень интересный Кстати Государственное Стандартное Устройство Водезащиты Предполагает В ряду Стандартных Уставок Значение 6 милиампер Вот Найти такие Устройства Там в продаже И в буклетах Невозможно В связи с чем вопрос Планируется ли выпуск Дифференциальных устройств С уставкой 6 милиампер И если нет То почему Ну я бы наверное Тогда задал Возвратный вопрос То есть вопрос Тому кто задает вопрос Где и зачем Ему нужен Такой аппарат Потому что Если мы говорим О 10 милиамперах То По требованиям По нормативам Мы говорим о том Что 10 милиампер Нужно только там Где человек Физически не может Отдернуть руку Ну то есть Это нужно В больницах Это нужно Ну когда человек Прикован Да Ну представь себе Ты находишься На На ЭКГ На тебе все это Все это натыканут И И вот оно Вот что Ты уже не дернешься Да Или там дети Например маленькие Да Или наоборот Престарелые То есть они тоже Малоподвижные Вот Вот там 10 милиампер 6 милиампер Ну это наверное Не для нашей сети Это наверное Не 220 Это наверное 127 Поэтому у нас Этого и нет В Америке есть В Америке есть У нас Да Согласен Ну и в Европе Этого нет То есть ни у одного Производителя Этого физически нет То есть в принципе Везде где сети 220 вольт Производители Таких уже не выпускают Да Да Я тебя понял Ну в принципе интересно Ну и кстати я бы допомнил Что у нас про 10 милиампер Это не требование А рекомендация То есть на ванные комнаты Вот И как правило То есть мы по расчетам Если у нас там Больше одной розетки Мы не проходим По естественным утечкам Вести милиамперное УЗО Тем более учитывая Что ванная комната Как правило На отдалении от ЧТ Находится Это я так просто К вопросу о низких Вообще номиналах УЗО Да Так Ну давай наверное К следующему вопросу Тут пишут Ну это немножко Не как Т9 Относится Но тем не менее Так Раз ты со Шнайдера Иди сюда Вот Слышал такое мнение Что УЗО Типа АС ИЗ-9 Возможно Чуть ли не в 50% Случаев Отрабатывает На импульсные Утечки тока Как тип А Что это На что на это Скажет представитель Шнайдера и Лек Ну я скажу Что испытание Типа А Это испытание Типа А Испытание Типа АС Испытание Типа АС Никто АС тип По типу А Не испытывает Как бы Я понимаю Что наверное Кому-то хочется Попробовать Чего-то новенького Но это Нецелесообразно Единственное Что может быть С чем это связано Это то что Электронное УЗО Оно Имеет в своем составе Тоже некий фильтр То есть оно получает Не Чистое питание Которое приходит Непосредственно От сети Да Как бы Электромеханическом Соответственно Дивток там будет Несколько другой В отличие от Электромеханического Что позволяет Наверное Быть Несколько более устойчивым К ложным срабатыванием И все Но не отстреливать Как типа Уж точно Так Сейчас секундочку У нас осталось Пять минут Я думаю Там еще пару Ну тут у нас Вот я как раз У меня последний Заготовленный Вопрос То есть заранее И сейчас как раз По чату может быть Пройдемся Так ну смотри Вопрос номер три Какой ток утечки Дает кнопка тест И можно ли Срабатывание по кнопке тест Считать гарантией Правильной работы УЗО То есть мы Далее на кнопку И все Абсолютно правильно Потому что Каждый производитель Туда Помещает резистор Который Имитирует Четко Номинал Отрабатываемый Тем или иным устройством То есть автоматом Или УЗО Резистор рассчитан На 30 миллиампер утечки Ну он Он имитирует Утечку В 30 миллиампер Нет я понял Потому что просто я То есть Ну Там с некоторыми Производителями Тоже общался Есть производитель У которых он Рассчитан на 50 миллиампер Нет если мы говорим О том что Ну Это в принципе Да Никто не говорит О том что он может Сработать на Больше На более высокий Но Мы говорим о том Что это корректная работа Действительно На оборудование У кратного Равного номинала Ладно Так хорошо Я бы наверное Сейчас тогда Александр Я бы наверное Сейчас тогда Задал все таки Этот наш Замечательный вопрос Который ты продублируешь Под постом Ну просто для того Чтобы люди потом возвращались Да А мы продолжим Пока нас не выкинет Уже инстайдер Ну смотрите Мы решили Такой разыграть Небольшой приз Во первых Мы делаем Не один прямой эфир Делаем Я имею ввиду Мы как Шнайдер Электрик Делаем не один прямой эфир Мы делаем их Много Следующий прямой эфир Я так Небольшой Приоткрою Завесу Будет Смонтаж 220 И мы поговорим Об архитектуре Именно Шнайдеровской Архитектуре Наверное Архитектуре Даже больше К Акти 9 Связанной Типового щита Ну что-то типа Типовой расстановки Оборудования Как мы это себе видим И поговорим О том С чем сталкивается Каждый электрик Который Переходится Дого Прозвитительно Другого Вот Это первый момент Второй момент Так как мы делаем Это как Несколько эфиров То логично Что мы делаем Не один большой подарок А несколько Небольших подарков Но я думаю Что налобный фонарик Это приятный Такой небольшой подарок Который Пригодится каждому И вопрос Который Будет просто Оцениваться На Наверное Креатив Не с точки зрения Именно смеха А креатив С точки зрения Того Как найдется Электрик Объяснение Необходимости Установки Типа АСАЙ В том случае Если его Электрик видит Своему клиенту То есть Если вы решаете Что вам нужно Поставить тип АСАЙ Назовите Где вы его Поставите То есть Для защиты Чего И Как вы Объясните Это своему клиенту Конечному Потребителю Вот такой вопрос Да Интересный вопрос Есть где Порассуждать Я думаю У нас Победит Тот Кто Лучше владеет Техникой Матбазой Не то что Монтажной техникой Техникой Наверное Написание текстов Технических Доступных И понятных Каждому Может быть Но мы посмотрим Я надеюсь Мы очень много Говорили об этом устройстве Я думаю У нас 30 секунд Осталось Меня предупреждает Сейчас Инстаграм Так Где писать Ответ на этот вопрос Будет пост У тебя Создав пост У себя на странице И туда пишите Свои ответы Спасибо за внимание Владимир Чертан Александр Вяткин Спасибо за то Что были с нами Всем пока Счастливо До связи Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok